В новогодние праздники покой нам только снится. С некой грустью скажут представители именно этого подразделения. И в холод, и в ветер, и в мороз они бдительно следят за тем, чтобы на дорогах Берестейщины было спокойно и безопасно. С 1 по 4 января сотрудники областной госавтоинспекции проводили комплекс специализированных мероприятий, направленный на выявление нарушителей правил дорожного движения. Как показывают итоги, в списке штрафников есть и водители, и пешеходы. На праздничные дни госавтоинспекция работала в усиленном варианте несения службы. Особое внимание было удивлено своевременному выявлению и пресечению фактов управления в состоянии алкогольного пьянения водителей транспортных средств. В том числе, конечно же, и выявление пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Ну и, как показала у нас статистика, немало пешеходов оказалось в состоянии алкогольного пьянения. За 4 дня нового 2015 года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 69 нетрезвых водителей. К некоторым любителям сыграть в рулетку с законом удача не была благосклонна. Среди тех, кто в праздничные дни вошел в список нарушителей, есть и весьма интересные случаи. Например, один автовладелец лишился прав на управление транспортным средством через сутки после получения. В ходе проверки было установлено, что, оказывается, молодой человек в апреле 2011 года был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Естественно, через 3 года срок вышел. Это был апрель 2014 года. Потом он настоятельно, упорно сдавал теоретический практический экзамен 8 раз. И все-таки 30 декабря 2014 года он наконец-то с 9 раза получил водительское удостоверение. Но, как оказалось впоследствии, водительское удостоверение у него пробыло буквально сутки. Не успели отгреметь новогодние торжества, как за порогом Рождество. В связи с этим 6 и 7 января сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном варианте несения службы рядом с православными храмами и приходами, в которых будут проводиться богослужения. Представители ГАИ еще раз обращаются к водителям с просьбой заранее побеспокоиться о парковочном месте для вашего автомобиля.